Основная теорема арифметики – одна из самых первых теорем математики. Метод от противного – это доказательство существования бесконечного множества простых чисел. И алгоритм Евклида – один из самых-самых-самых важных алгоритмов математики. И именно при помощи алгоритма Евклида была доказана основная теорема арифметики. Формулировка. Любое положительное число или равно единице, или является простым числом, или единственным с точностью до порядка множителей способом представимым в виде произведения двух или более простых чисел. Есть три известных доказательства. Я всю жизнь их рассказывал. Одно из них – это доказательство Гаусса. Книжка называется «Арифметические исследования», издана в 1801 году. И я даже вырезал из нее кусочек, чтобы вам было видно, примерно сколько места там занимает это доказательство. Дальше доказательство не менее замечательное, чем Гауссовское, в чем-то даже более приятное. Было предложено Цермела. Цермела – это конец XIX века. Ну и, собственно, Евклид. Я много лет рассказывал школьникам это все. И абсолютно убедился, что математические школьники понимают. Школьники из общеобразовательных школ, далекие от таких вот абстрактных математических рассуждений, не понимают. Более того, даже для математических школьников это всегда некоторая такая боль. То есть рассказываешь один раз, рассказываешь второй раз, и все равно идет удивительно тяжело. Давайте я объясню, в чем проблема. Любой нормальный школьник понимает, если взять какое-нибудь натуральное число, и оно составное, то его можно разложить на множители. Да, конечно, можно. И если какой-то из полученных множителей тоже составное число, и там можно, и так далее, и так далее. И по индукции легко доказать, что любое число представимо в виде произведения простых чисел. Ну, строго по индукции делается так. Берем единицу, значит, она равна единице. У нас все хорошо, про нее специально в теореме отдельно написано. Пусть от единицы до какого-то числа все доказали. Берем следующее число. Оно либо простое, и тогда в теореме тоже про него написано, либо оно составное, и тогда оно есть в произведении двух меньших чисел. Но про них, по предположению индукции, считается, что мы все знаем. То есть, возможность разложения на простые множители очевидна совершенно любому человеку. Почему проблемы возникают у школьников тем, что единственность? Потому что школьник пишет, вот берем какое-нибудь число, разлагаем произведение простых чисел, P1, P2 и так далее, P, K, T. Пусть есть другой спуст, Q1 и так далее, QM. Берем, ну, например, P1, множитель из левой части. И говорим, что произведение в правой части, Q1 умножить на Q2 и так далее, на QM делится на P1. Ну, раз P1 простое, значит, какой-то из множителей должен делиться. Замечательно. И вот дальше преподаватель спрашивает, а почему, если произведение делится, то должно делиться? И школьник понимает, что ему нужна вот такая лимма. Она, конечно, нужна ему не обязательно для нескольких чисел. Опять тоже по индукции легко свести дело от нескольких множителей к двум множителям. Ему нужна вот такая лимма. Если произведение каких-то двух натуральных чисел делится на растое число P, то хотя бы один из самых множителей делится на P. И вот дальше надо либо по Гауссу, либо по Цермела, либо по Евклиду. А по Евклиду, кстати, не так-то просто, потому что традиционно, чтобы доказать по Евклиду, рассказывают сначала, какие числа представимы в виде АХ плюс БЮ для любых двух фиксированных чисел А и Б целых, и произвольных Х и У. Оказывается, что в таком виде представимы все числа, делящиеся на наибольший общий делитель чисел А и Б. И это целая возня. Так вот, выяснилось, что у основной теоремы арифметики есть доказательства, которые не требуют математической грамотности. Я вам сейчас расскажу. Несократимое представление любой дроби единственное. Так, надеюсь, все помнят, что такое несократимое представление. То есть, когда у вас есть дробь, например, 10 восемнадцатых, то вы можете сократить на 2 и получить 5 девятых, да? А вот дальше уже сокращать нельзя. В принципе, когда вы берете какую-то дробь, и так можете потихонечку сокращать, сокращать, и рано или поздно процесс остановится, потому что все время числители и знаменатели уменьшаются, уменьшаются, а натуральные числа не могут бесконечно долго уменьшаться. Но вопрос, а почему дойдем до одного и того же? Почему несократимое представление единственное? Удивительным образом, это и есть основная теорема арифметики, и доказывается она очень понятным образом. Смотрите. Пусть у нас есть положительные целые числа а и b. Луч. у равняется ах разделить на b. Ну, вот я написал здесь х больше ноля, то есть мы рассматриваем только в первом координатном квадранте. Замечательно. На этом луче есть, конечно, бесконечно много точек. То есть, если вы вместо х подставляете b, то получаете ответ у равно а. Если вы вместо х подставляете n умножить на b, где n, конечно, нормальное число, то тогда получаете вместо у на. На равных промежутках идут точки, все замечательно. Но если вы начали с произвольной дроби, то нельзя думать, что обязательно таким образом, вот в виде формул n, b, n, a, вы исчерпываете все, что там есть, все точки с целыми координатами на этом луче. Нет, конечно. В принципе, дробь а разделить на b может быть сократимой. И вот дальше возникает вопрос, единственное нескоротимое представление, и не единственное сократимое. И дальше мы говорим следующее. На этом луче мы можем взять самую близкую к началу координат точку, которая есть. Самая близкая к началу координат точка с натуральными координатами, которая лежит на луче. Тогда, конечно, вот есть точка dc, все точки вида n, d, n, c, где n положительное целое число, тоже будут лежать. И для того, чтобы доказать единственность несократимого представления, нам нужно всего лишь объяснить, почему нет никаких других точек, кроме точек вот такого вида. А очень просто. Я взял точки с координатами 5, 2, 10, 4, 15, 6 и так далее. Так вот, поскольку на самом деле ничего другого нет, то я не могу нарисовать правильный чертеж. Но представьте себе, что где-то там между вот такими точками, между точками вида n, d, n, c, возникла точка с целыми координатами. Тогда мы можем нарисовать маленький треугольничек и его перенести в начало координат и получить противоречие, потому что точка с координатами dc была выбрана самой близкой, а оказалось, что есть еще ближе. Значит, несократимое представление любой дроби единственное. Ну, тут я на всякий случай, для тех, кто не любит геометрию, написал, как это можно объяснить без кор... Чертеж описан. То есть вот для дроби, рассматриваем дроби, так далее, деление с остатком. Прелесть в том, что мне осталось сказать буквально несколько слов, и основная теорема арифметики будет доказана. Смотрите, я доказал вот это утверждение. Несократимое представление любой дроби единственное. Помните, что главное в основной теореме арифметики – Лемма. Так смотрите, если у нас есть произведение, делящееся на p, то на самом деле это значит, что у нас есть такое равенство. a умножить на b равняется p умножить на c. Итак, если a умножить на b делится на простое число p, то для некоторого целого числа c верна формула. a умножить на b равно p умножить на c. Это, собственно, определение делимости. Это равенство можно записать в таком понятном виде. a разделить на p равно c разделить на b. Замечательно. Теперь думаем, что это равные дроби, то есть они соответствуют одному и тому же лучу. Значит, у них, у обеих, один и тот же несократимый вид. Вот берем дробь a разделить на p. Число p простое, поэтому несократимый вид дроби a разделить на p – это или она сама, и в таком случае c – это какое-то кратное число a, а b – это какое-то кратное число p. b обязано делиться на p. Или же несократимый вид дроби a разделить на p – это дробь со знаменателем 1. Но это означает, что a делится на p.